Плат у нас из Витебского государственного медицинского университета. Мы создали там совместно с ГНОТом филиал, такой виртуальный филиал, который уже начал работать, но он начал работать еще до того, как мы его создали. Мы его создавали уже на фоне того, что коллеги делали определенные наработки, имели. И, собственно говоря, сейчас руководитель этого филиала, профессор Татьяна Леонидовна Ленская, она расскажет, там много садокладчиков, потому что много участников этой программы, она расскажет о тех наработках, которые у них сейчас есть. Пожалуйста. Ну, во-первых, добрый день, уважаемый Павел Андреевич, добрый день, уважаемый Андрей Павлович, уважаемые другие коллеги. Спасибо большое за возможность предоставить сегодня в таком тезисном порядке результаты нашей работы по результатам двухлетней работы с пациентами с постковидным синдромом. Так уж получается, что действительно появление инфекции COVID-19 резко поставило новые задачи перед специалистами здравоохранения, социальной сферы, задачи с определением классификации основных симптомокомплексов, которые и до сих пор продолжают обсуждаться, разработки протоколов лечения. И как сегодня мы видим, что это всегда непростое решение, и очень часто трудно отходить от стандартных подходов, в частности, в лечении, назначении препаратов и доказания своей точки зрения. И в то же время касается тех же вопросов, касается и в медицинской реабилитации, когда мы решали по моментам, как же подходить к пациентам после инфекции COVID-19. И когда мы позиционируем вопросы реабилитации, то в этой ситуации для нас главное то понимание, что это все меры, которые направлены на уменьшение факторов или условий, которые приводят к уменьшению инвалидизации пациента. И самое главное — это достичь социальной интеграции. Определения, которые заложены в реабилитации, они присутствуют в законе Министерства здравоохранения Российской Федерации, приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Это национальные руководства по медицинской реабилитации, а также очень важно, что реабилитация сочетается и с национальными руководствами и порядком определения гериатрической помощи, потому что самое важное сейчас в этой ситуации — это определение качества жизни. И, конечно, когда мы говорим о реабилитации подходов, это взаимодействие тех аспектов, которые мы можем взаимодействовать на нашем уровне — это медицинские, физические, психологические, социальные. Конечно, из этого выходит профессиональный, потому что особенно на постковиде мы видим, что часто люди теряли профессию. Это правовые, ну и производственно-экономические — это уже несколько другие аспекты. В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации даны определения по медицинской реабилитации, и что для нас очень важно, что это и нарушение бытовых факторов, это активность человека, участие в реальных событиях жизни, в то же время это комплексное применение лекарственных, и что показало себя важность, это не медикаментозных технологий у пациентов с постковидным синдромом, и что очень важно, это оценка эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз, потому что на самом деле ситуация, с которой мы столкнулись, сейчас изучается в режиме онлайн, и только через несколько лет, вот как Павел Андреевич сегодня говорит, да, нам уже надо пересматривать наши рекомендации, есть опыт, мы уже где-то вопросы по-другому смотрим. То же самое прогноз по инвалидности, по снижению качества жизни будет через несколько лет, сейчас идут моменты накопления. Пару слов хотелось бы сказать о самой кафедре медицинской реабилитации, которая является к нашей радости сейчас той базой центра постковидной реабилитации на базе МГНОТ. Это кафедра медицинской реабилитации и физической культуры с курсом ФПК и ПК. Мы работаем с 2013 года. На нашей базе существует такая нестандартная форма, как Народный факультет здоровья и сбережения, то есть это работа с населением, которая заключается в взаимодействии с практическим зоохранением, а также в сотрудничестве с Комитетом по труду, занятости и социальной защите. Мы имеем международную очень дружбу с Кировским государственным медицинским университетом кафедры профессора Григоровича Марины Сергеевны. Мы работаем со структурами, кроме прочего, отвечающие за паралимпийские направления, людей с ограниченными возможностями. И вот в условиях ковида у нас также появились партнеры, которые, результаты работы, которые мы сегодня и имеем возможность вам предложить. Так уж получилось, что город Витебск в 2020 году в Республике Беларусь первый встретился с инфекцией COVID-19 и очень оперативно шло изменение работы структуры здравоохранения, социальной службы. И поэтому вот тот опыт, который был накоплен ранее в режиме офлайн, как мы сегодня говорим, он был оперативно переложен. И это был первый этап работы медико-социальной профилактики прогрессирования основных гериатрических синдромов для пациентов старшего возраста, учитывая, что тогда делался акцент именно на эту группу населения. В последующем, естественно, это информационно-образовательная консультативная работа со специалистами здравоохранения, социальной службой, населением разных возрастных групп период COVID. И что, как мы уже понимаем и как мы видим, очень была важна организация медицинской реабилитации пациентов разных возрастных групп после перенесенной инфекции COVID-19 на амбулаторном и домашнем этапах. И если изначально в своих докладах 2020 год мы тоже говорили о пневмонии, ассоциированной с COVID-19, то сейчас мы больше говорим об инфекции COVID-19. Итак, когда организована работа с Комитетом по труду, занятости, социальной защиты, была отредактирована таким образом, что это были организованы дистанционные консультирования пациентов, родственников, специалистов по социальной работе. Велась постоянная работа в чатах, велась консультация дистанционно. Обеспечивалось это тем, что кафедра состоит из клинических специалистов, которые имеют специализацию по различным направлениям. Это небольшое количество врачей, но в то же время это было еще и большое количество специалистов по физической культуре, в частности адаптивной физической культуре. Нами был предложен мобильный план, который был распространен среди территориальных центров и домов-интернатов, что позволяло нам мониторировать основные моменты, такие как тревожно-депрессивные, когнитивные синдромы, бытовую сферу. Вот как сегодня правильно говорил предыдущий докладчик, тот синдром падений, потому что пациенты, очень многие проживали одни, естественно, требовалось понимать, что и как происходит с этим пациентом. В то же время было организовано занятие онлайн дистанционно-физической культурой с пациентами старшего возраста. Это и вопросы эрготерапии, это и вопросы гимнастики, в том числе и общеукрепляющие, и для того, чтобы профилактика была, опять же, синдрома падений, гипомобильности, снижение вопросов саркопении. И вот посмотрите, как некоторые пациенты даже онлайн в компьютер, в шахматные игры, играли в масках и в перчатке. То есть здесь еще очень важен был вопрос и психологический, и поэтому в этот момент каждый из сотрудников являлся мини-психологом, мини-миром для вот этих вот одиноко-одиноко проживающих пациентов, поэтому это было очень важно. И если происходили какие-то изменения, мы оперативно связывались с территориальным центром и осуществляли более динамическое, мониторировали данного пациента. С учетом индивидуальных вопросов и для тех пациентов, которые проживают в сельской местности и не имели возможности подключиться к системе онлайн, были подготовлены и распространены на уже печатном варианте адаптированные мягкие физические комплексы, которые были выполнены в основном в режиме сидя на стуле с учетом профилактики синдрома падений. Конечно же, после того, как вспала первая волна, мы поняли, что у наших пожилых пациентов возникло огромное количество вопросов, поэтому стало актуально вопросы как дистанционных ответов на вопросы, как позиционирование физической реабилитации, так и, в общем-то, очные встречи с пациентами. Вы здесь видите, что записывали, задавали вопросы и записывали. И в то же время развившиеся острые нарушения мозгового правообращения также требовали на дому внедрения простых доступных технологий, в частности, банальные, казалось бы, но в то же время адаптивные для пациентов. Это вопросы эрготерапии, которые также надо было обучить родственников, как помогать и реабилитировать пациентов. И в то же время это продолжалось консультирование. Особенно, в первую очередь, акцент был сделан на наших коллег врачей и на пациентов старшего возраста, включая и вот эти болевые синдромы, которые оставались очень часто выраженным тем симптомом, который беспокоил и снижал качество жизни человека после инфекции COVID-19. Итак, когда мы сегодня говорим о классификации инфекции COVID-19, конечно, мы акцентируем сначала на ту предложенную классификацию институтов Великобритании острый продолжающийся COVID и постковидный синдром. Но вы знаете, уважаемые коллеги, на самом деле, работая с пациентами, практически ежедневно проходят консультации. И мы видим, что вот та классификация, которая была предложена профессором Павлом Андреевичем Воробьем, она более актуально работает, потому что приходят пациенты просто потому, что что-то не так. Такие это есть моменты, мы не знаем, куда пойти, мы пойдем вот к вам на реабилитацию, нас записали на консультацию. И это идет бессимптомный процесс, отправляем на лабораторию, к нам пациент приходит с положительными тестами либо результатами ПЦР. Затянувшийся процесс, вот это действительно волнообразное течение, когда мы понимаем, что это еще не постковид, это еще вот та ситуация, которая продолжается либо в виде диареи, либо в виде болевого синдрома, либо головных болей. Но это еще не выход на постковидный синдром, потому что где-то сопровождается субфибрильной температурой, где-то пациент просто вследствие своего характера считает, что у него все нормально, но тем не менее это такой момент. И вот постковидный синдром действительно, он разнообразный с клинической точки зрения, он действительно изменяет качество жизни пациентов. И вопросы остения, которые здесь сегодня говорим, они актуальны, актуальны вопросы поражения головного мозга, также поражения вопросы действительно нервной системы, о которой я чуть-чуть коснусь. И вот тот момент, который выделился, это поствакцинальный ковидоподобный синдром, потому что выступая перед населением, перед сотрудниками, очень часто задают вопросы, а почему вот мы сделали прививку, и у нас возникли те или иные вопросы, может быть мы все-таки болели ковидом, и какие вот могут быть наши объяснения. Действительно, очень много здесь возникает вопросов. Уважаемые коллеги, также в классификации по клиническим проявлениям мы очень часто видим уже симптомы, которые не только поражение сердечно-сосудистой системы, ведь к нам на реабилитацию приходят уже, естественно, более стабильные пациенты. Когда мы их видим, уже остаются либо вопросы диареи, либо вопросы того, что пациенты не могут кушать, то есть идет резкое похудение, снижение массы тела, как раз-таки вопросы снижения сна. Вот этот вот эпохондрический вариант постковидного синдрома как раз сейчас находится в работе пациент, который склонен к вот такой вот эпохондрии, и ковид именно запустил разбор себя вот по каждой косточке, по каждому слою накопленных ранее каких-то вопросов и проблем. Вы также видели и действительно поражение кожи, которое немножечко прокомментируем, и действительно вот эти отдельные синдромы аутоиммунных реакций, которые нашло отражение, в частности, в повышении иммуноглобулина G, который мы выявили при изучении продукта, компонента питания. И, конечно, синдром постковидный может быть с лабораторным подтверждением эпизода, с лабораторным подтверждением воспаления внутри сосудистой коагуляции крови, с инструментальным повреждением морфологических маркеров изменения мозговых тканей, а также на самом деле он может быть без лабораторного инструментального подтверждения. То есть приходит пациент, по идее, вроде как стабильные анализы, но вот все то, что мы видим, оно укладывается очень часто в то, что мы говорим, да, у вас есть постковидный синдром. И здесь возникает вопрос, в общем-то, кому же верить, врачу, который не нашел вот согласно клиническому протоколу, что у него нет постковидного синдрома, или уже тому практическому опыту, когда ты понимаешь, что да, здесь вот и здесь идет, продолжается постковидный синдром, и пациенту надо уделить внимание, и пациент требует реабилитации. Конечно же, Союз реабилитологов России очень много сделал в этой ситуации, и уже изданы три временных методических рекомендации под руководством профессора Ивановой Галины Евгеньевны. Мы очень благодарны ей также за оценку нашей работы. Также гириаторы не остались в стороне, и они очень тщательно и кропотливо подошли к этой работе под руководством профессора Ткачевой Ольги Николаевны. Республика Беларусь также издала приказ Министерства здравоохранения о организации системы реабилитации пациентов после ковида, и профессор Смычок Василий Борисович также издал рекомендацию о медицинской реабилитации пациентов с пневмонией после инфекции COVID-19, которая более отражала реабилитацию пациентов на стационарном этапе. Наша задача получилась таким образом, что имеющий опыт и тот вопрос, который сложился, мы понимали, вот именно тот март 2020 года, что все то, что мы делали сейчас с людьми старшего возраста по вопросам профилактики основных гириатрических синдромов, надо переносить очень срочно и оперативно на момент реабилитации пациентов, которые после стационаров выйдут на дом, то есть на домашний этап реабилитации. Почему? Потому что амбулаторное звено, врачи общей практики, они находятся еще на передовой, они сражаются с вот этими острыми ситуациями, а что же будет с теми пациентами, которые попадают домой? И поэтому нужно было разработать дистанционные компоненты. Кроме прочего, это вопросы, как же реабилитировать с помощью немедикаментозных технологий. Это и гипобарическая барокамерная адаптация, это в дальнейшем, конечно, было и присоединение, медикаментозные доминанты, кинезиологическое тейпирование, адаптивные физические упражнения, психологическая диагностика, коррекция, психотерапия, классическое углоукалывание и компоненты питания. Позвольте очень кратко остановиться сейчас на каждом из них. На данном слайде представлена практически только небольшая часть. На самом деле мы отсняли более 100 видеороликов, которые были сформированы по компонентам. Это питание, дыхание, движение, так, в общем-то, он и начинался называться. В последующем мы сделали, как поможем друг другу восстановиться после перенесенной пневмонии. И данные видеоролики мы снимали самостоятельно на наши телефоны, сами учились монтировать, сами становились быть юными ютуберами, выкладывать, задействовали практически весь состав, а также их родители, как говорится. Для пациентов с инвалидностью мы нарушением слуха сделали сурдоперевод. И очень рады нашим коллегам, которые откликнулись, и в частности Кировскому государственному университету. Уважаемые коллеги, мы будем очень рады, если данные видеоролики будут вам актуальны и полезны. Они находятся на ютуб-канале ВГМУ в разделе кафедры, они бесплатны, они доступны, можно пользоваться. И вот то, как говорил Павел Андреевич, тогда же и шла отработка вот этого понимания март 2020 года. Мы понимали, что вот как-то стандартные технологии лечения пневмонии не совсем подходят. И вот здесь же наши инфекционисты задали вопрос, а скажите, вот мы даем дышать шарики, почему же рвутся легкие? И мы уже понимали, что легкие и нежные, надо идти аккуратно, поэтому все упражнения в мягком режиме, с удлиненным выдохом. И в таком, начиная, в щадящем режиме, сидя на стуле, даются постепенно выход на следующий режим. Конечно, это следующий момент была адаптация нашего опыта 20-летнего, который накоплен заведующим городским центром гипобарической терапии бароклиматической адаптации, доцентом нашей кафедры Николаевой Аллы Генриховны и ее коллективом, который касался в основном лечением бронхиальной астмы до этого, железодефицитной анемии, поражением кожи, вот вопросом психосоматики, вопросом пастыни, но в этой ситуации мы понимали, что, уважаемые коллеги, да, когда запускалась баротерапия и говорилось о том, что гипербарическая оксигенация в лечении, да, она хороша в острых ситуациях при условии, что рецепторы, которые способны воспринимать кислород, повреждения митохондрии, которые происходили, готовы брать этот кислород, который давали и готовы с ним справляться, поэтому в условиях реабилитации мы уже давно знаем, надо давать метод тренировки для того, чтобы человек привыкал в эти условия, и мы изменили наш подход, это были 10-дневные курсы с подъемом небольшим на высоту 2500 метров, где концентрация кислорода была 15,6 и атмосферное давление 560 миллиметров ртутного столба, и поэтому в этой ситуации мы начинали нашу полет, и действительно на тот острый период у нас было по 4 полета в день, и поэтому я выражаю благодарность коллективу больницы, коллективу центра за то, что самоотверженно на тот момент помогали пациентам, это было практически по 100 человек в день, которые приходили к нам на курс реабилитации. В дальнейшем, когда мы говорили о вопросах гипоксии, ведь мы не запустили у нас на центре на тот момент нормобарическую гипоксию, это было в первую очередь связано с вопросами обработки, да, барокамеру легче, ультрафиолет, как же было с мундштуками, как же было с вот этими масками, но на вопросах уже санаторного этапа, в дальнейшем санатория Нафтан под руководством нашего уважаемого и обожаемого главного врача Королёвой Юлии Осиповны, уже применялась нормобарическая гипоксия и в то же время могло быть сочетание баротерапии, нормоксической, это и другие моменты, которые были включали в себя физиотерапевтическое, медикаментозное и, естественно, вопросы рефлексотерапии для пациентов постковид на санаторном этапе. Когда мы понимали, и уже это было более поздний этап, но в презентацию он должен вот пройти сейчас как физический компонент, вот этот момент, когда к нам обращались пациенты, выписанные со стационаров, мы смотрели частота дыхания 32, поверхностное нарушение, ведь, уважаемые коллеги, эти пациенты с частотой дыхания 32, они должны находиться в реанимации, они сидят рядом с нами, и у них вопрос о том, что завтра, послезавтра выходить на работу. И в этой ситуации мы приняли решение, и, в общем-то, нам подсказали сами же пациенты, когда мы их затейпировали, задний свод диафрагмы, ведь диафрагма активно участвует в акте дыхания, и вот тот сухой кашель, который сегодня обсуждался, он действительно присутствует у наших пациентов, и мы его связываем с имеющимся частично пролечом диафрагмы, потому что после того, как происходит тейпирование диафрагмы, восстанавливается, уважаемые коллеги, мы ведь видим о том, как не дышит практически, как снижена экспурсия грудной клетки у наших пациентов, они сами говорят об уменьшении кашли, повышении тонуса голоса, о том, что улучшается дренажная функция, вот там, где мы слышим какие-то изменения в легких, мы применяем дренажную методику с фиксацией кинезиотейпа у корня легких. Для пациента, которые находились в полокрон-позиции, также применяются вопросы Y-образной кинезиотейпирования для ременных мышц шеи. Также, если ситуация тяжелая, то мы требуем и делаем кинезиотейпирование свода диафрагмы впереди и сзади. Для болевых синдромов применяется ИДФ-аппликация на болевые точки. Вот тот вопрос уже второй волны, когда мы проходили, показал нам о том, что более выражены как раз-таки, да, пациенты как-то уже не так говорили об одышке, остается слабость, преобладает суставной синдром, что значительно меняло качество жизни и также позволило применить нам моменты кинезиологического тейпирования. Но в тот момент, когда шел май 2020 года и шел вопрос о становлении гипобарической реабилитации, у нас был уже накоплен до этого опыт применения клинических клеточных клоноблокаторов с содержанием янтарной кислоты. И мы видели вот то снижение концентрации внимания, те изменения, которые касались в психологической сфере, ту тревогу, депрессию у наших пациентов, особенно это касалось врачей. И мы хотели усилить лечебные доминанты. И на тот момент наше решение было это применение именно сукцинатов. И сукцинат, который нашел свое отражение именно в цитофлавине. За это время, за это время, два года, которое произошло, появилось большое количество как российских, так и зарубежных работ о результате работы сукцинатов, а также других компонентов. Это и витамины группы В, в данном случае витамин В2, и это и инозин, и вопросы никотинамида, которые также уменьшали цитокиновые реакции, улучшали тканевое дыхание. Да, на сегодняшний день у нас уже практически тысяча пациентов. Но на тот момент пациенты были обследованы, которые на домашнем этапе, только цитофлавин, только ГБА и более тяжелая выраженная клиническая симптоматика. Там мы назначали двухкомпонентный курс реабилитации. И вы видите, что у нас получалась таблица Шульта, вот эта концентрация внимания, когда они приходили больше минуты, и нам удавалось за 10 дней, а у пациентов, которые, в принципе, это были 25 дней, стабилизировать данную ситуацию. То же самое касалось и оценки нашими пациентами тревожного события. Также удавалось стабилизировать ситуацию. В последующем, когда открылась наша больница и вышла из момента красной зоны, мы наших пациентов стали отправлять на электроэнцефалограмму с записью когнитивных потенциалов. И, уважаемые коллеги, мы видели изменения, которые были на тот момент на динцефальном уровне и после применения данных методик через два месяца. То это уже говорило о значимых результатах. В последующем, когда мы рассуждали, а что же мы можем лабораторно подтвердить в тот вопрос о поражении головного мозга, конечно, все идет эмпирически. И вопросы, и тут как бы поиск, вот как, в общем-то, и Павел Андреевич, он ищет, он использует опыт и он как бы старается вот компилировать вот все имеющие моменты. Так и мы исследовали белок С100, где-то он отработал, где-то нет. Почему? Пациенты нам немножечко попались, кто уже позже, кто вот тот, который острый приходил, вот с теми бессимптомными жалобами. Вот именно у них мы и заметили изменение динамики белка С100. Это были вот тот мозговой туман, это вот была та головная боль. И назначение как барокамерной адаптации, так и цитофлавина, так и цитофлавина с кинезиологическим трепированием позволили уменьшить как изменение белка С100, так и в то же время способствовали повышению качества жизни наших пациентов. Уважаемые коллеги, вот тот момент, на который мы сейчас, в общем-то, обращаем значительное внимание, это тот факт, что при изучении частотного спектра электроэнцефалограммы у пациентов с постковидным синдромом преобладает дельтаритом. Вот наша пациентка, которая к нам пришла в июне 2021 года, вот эта слабость, вот мозговой туман, и вот он дельтаритом. В последующем назначение как бы просто антигипертензивной терапии не привело к какому-то результату. От барокамеры, к сожалению, пациентка отказалась, потому что она сбоялась закрытых пространств. И мы назначили в этой ситуации ей цитофлавин, кинезологическое тейпирование, и мы были очень рады, когда через месяц мы стали замечать снижение амплитуды дельтаритма и появление амплитуды, особенно в затылочных отделах альфа-ритма. Кроме прочего, была изучена устойчивость равновесия, которая также показала в первую очередь устойчивость за счет центрального генеза при применении цитофлавина и за счет улучшения мышечного компонента, именно мышечной релаксации при применении гипобарической барокамерной адаптации. И таким пациентам, которые имели вопросы этого синдрома BrainFog, то есть мы видели, что имеются когнитивные изменения для уменьшения прогрессирования данного синдрома, также назначался разработанный комплекс простых эрготерапевтических упражнений, которые можно было выполнять в дому, не закупая дополнительное оборудование. И, конечно, усиливали вопросы нейросенсорной интеграции. Следующий момент, на который также был сделан акцент, это дыхательная гимнастика системы ЦИГУН, которым занимается, опять же, профессионально наш доцент Николаева. Вот здесь вот небольшая ее группа, которая занимается гимнастикой ЦИГУН. И то же самое было выявлено улучшение стабилизации устойчивости наших пациентов постковидных синдромов после занятия дыхательной гимнастики по системе ЦИГУН. Психологический фактор очень важный. И, конечно, он касается и года, и пять месяцев, и двух лет, которые сейчас, в принципе, происходят отрабатывать. И когда мы говорим о разности постковидного синдрома, для нас он в эмоциональном плане разный. Если первая волна – это был страх, вторая волна – это март, апрель, май 2021 года, когда мы сталкивались с выраженной агрессией у наших пациентов, это были очень выраженные практически такие эмоциональные ситуации, то сейчас это просто перепады настроения, которые больше выражены апатией. То есть даже момент реабилитации – это выраженные апатические реакции. И, конечно же, остаются моменты инсомнии. И вот на последнем вопросе я хотела бы остановить маленький момент о том, что ятрогения, наши с вами слова, играют очень большую роль у данных пациентов. Ведь очень много незнакомых слов, и вот они потом читают, и вот даже вот это получается у нас баротерапия, Алла Генриховна первый день проводит массовую лекцию, они, как правило, уважаемые коллеги, не слышат, потому что они еще расфокусированы. Вот эта фокусировка появляется где-то к седьмому дню, и начинаются вопросы, вопросы и вопросы. А что это? А что это? То есть даже вот эта барокамера является как мини-групповым психологическим тренингом. То есть это очень важно, когда они получают профессиональные вопросы. К сожалению, мы пытались отработать вопросы психологической помощи нашим коллегам, медицинским работникам, но вы понимаете, врагу не сдается наш гордый варяг, мы, в общем-то, сами, мы все справимся, мы уже вырубали форму защиты, но тем не менее это не значит, что иногда не нужна помощь. Поэтому очень часто вашей психологической помощью это ваша дача, это ваши родственники, это ваши питомцы, это ваши просто дома, те люди, которые любят. Конечно же, нашло применение классическое глоукалывание, когда мы рассматривали пациентов, то вот то, что мы говорили, кожные проявления, они также имели соотношение с походом меридианов. В данном случае наша пациентка, у нее были такие вот популезно-геморрагические высыпания по преимущественному ходу канала мочевого пузыря. И поэтому, когда мы работали с пациентами, конечно же, очень включались такие факторы, как компоненты, цветотерапия, моменты повышения настроения, это просмотр комедийных любимых фильмов, либо терапия воспоминаниями, просмотр старых фильмов, просмотр или прослушивание старых песен, которые нравились. Естественно, мы даже заметили, что те пациенты постковидные, вот мы говорим для усиления функций легких, цветотерапия – это белый, светло-серый, серебристый, еще голубой. И вот работая с населением, мы заметили, что практически все женщины, которые к нам приходили на лекции, на какие-то моменты, они были в голубом свитере. То есть вот это даже подсознательно наши пациенты уже отмечали. И очень здесь был важный еще фактор – это питание, потому что действительно питание должно было быть насыщенным. Никаких вопросов диет в этой ситуации быть не должно. Особенно вот жиры, которые способствовали восстановлению головного мозга, сурфактанта и нервной ткани. Это действительно было очень важно. И поэтому очень часто пациенты сами говорили о том, что они кушали. И поэтому для нас было очень важно в последующем, особенно с учетом синдрома саркопении, отработать и посмотреть, как же меняется ситуация у пациентов, когда мы даем белок, когда не надо тратить свой белок. И мы здесь были очень рады знакомству с нашим могилевским предприятием. Это завод «Молочные горки», которые разработали такой интересный компонент питания экспонента «Хайпру». У них 30 грамм белка, в одном стаканчике 8 незаменимых кислот, отсутствует сахар, и в принципе это легко усвояемое. Хочу сказать, что мы все практически сами прошли этот самостоятельный курс и продолжаем это делать. И то же самое у нас и пациенты. Поэтому при исследовании двух групп, это был пилот 10 человек среднего возраста и 10 человек старшего возраста, мы провели комплексное медико-лабораторное исследование. Сейчас готовится публикация. И вот мы хотим сказать, что вот отработал белок в этой ситуации, вот в общем-то произошло снижение С-реактивного белка и также произошло изменение ферритина. То есть в принципе важно качественное поступление белка для того, чтобы пациент в последующем мог хорошо реабилитироваться. В этой ситуации у нас были выявлены изменения общего белка альбумина, альфа-глубулина, снижение уровня воспаления С-реактивного протеина ферритина. Кроме прочего, был отмечен прирост нежировой массы, потому что, понятно, это не были таких выраженных физических упражнений, о которых мы могли говорить. Также было повышено качество жизни у пациентов. И поэтому сейчас при вопросах, когда мы видим необходимость добавления качества питания, то добавляется вот такая схема обычное питание и два стаканчика экспоненты в месяц с последующим мониторингом, конечно же, мочевины и креатинина. Результаты работы, которые в большинстве уже сделаны и представлены в рекомендациях к поведению пациентов, гноты, чему мы очень благодарны. Это и публикации профилактической медицины, медицинском совете, российском журнале гериатрической медицины. И также кафедра издала отдельный спецвыпуск в Республике Беларусь, журнал «Рецепт», где были отражены основные компоненты. Часть вопросов – это вопросы устойчивости, вопросы изучения белка С100, это вопросы изучения проекта питания, сейчас находятся в обработке и будут представлены. И мы надеемся, что сможем также в следующий раз иметь возможность вам их доложить. И также нам понятно и очень важно тот момент, что следующий компонент, который должен отрабатываться по реабилитации в условиях нынешней ситуации, это вопросы применения искусственной интеллекта. Поэтому для нас это большая честь. И еще раз спасибо, уважаемый Павел Андреевич, на то, что вы посчитали возможным, что наша кафедра, нашего университета может стать площадкой, гнот для данного центра. И мы надеемся применение технологий, которые мы сейчас будем с вами отрабатывать, технологию на каких уровнях – это уровни практического здравоохранения, это уровни университета, это уровни комитета по труду, занятости и социальной защите. И, конечно, мы также будем рады, если мы станем частью коллективной работы, международной, это и с Тверским государственным медицинским университетом. Спасибо за внимание. К каждому отдельному компоненту мы можем посвятить отдельные лекции, если будет интересно. Спасибо вам большое за возможность выступить на столь достойном собрании. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, у вас как бы там из нескольких частей это все состоит, ваше выступление. Я сразу хочу оговориться, вы не обижайтесь на будущее, что я категорически противник всякой физиотерапии просто. А мы про физиотерапию не говорим. Все-все-все-все. Я даже не хочу это обсуждать там. Вот. Тем более я не все вообще понимаю. Что-то вы налепили какие-то штучки. Это что такое на коже? Это что такое? Это кинезиологические тейпы. Это такой своеобразный пластырь, на котором она нанесела акриловый гель. И он является, применяется в спортивной медицине, в спортивной реабилитации, в реабилитации после неврологии, после неврологических повреждений. И в частности у нас... А что он делает? За счет изменения рефлекторности кожи, за счет уменьшения болевой синдрома, за счет уменьшения микроциркуляции он работает. В данном случае он как бы проекция органа на кожу, и тем самым мы можем активизировать, вот получается, диафрагму, убираются болевые синдромы. Я понимаю, Павел Андреевич, ваш скептицизм, но мы видим, работает. Вот понимаете, работает. Значит, если бы я стоял, так сказать, на страже принципов, я бы вас сюда не выпустил, и статей бы ваших не публиковал. Но я считаю, что все, что работает, все должно обсуждаться, да? Мы можем обсуждать доказательную базу, правильность проведения эксперимента, но не, в принципе, отрицать все на ходу и на лету. Значит, то, что вы рассказываете, половину из того, что вы рассказываете, мы тоже видим, и психические изменения, и дикую агрессивность, кстати, действительно, стало полегче. Было просто ужасно. Просто у нас там такие писали вещи, что многие врачи говорили, да пошли они вообще к чертовой бабушке. Что мы за жизнь свою не слушали столько гадостей про себя, сколько от этих больных. Вот, но мы изобрели способы защиты, способы воздействия в нашей системе, дистанционного общения, мы больным кидаем всякие вещи, например, мы им пишем в открытую, что при ковиде идет поражение мозга, и мы прекрасно понимаем, что у вас с мозгами не все в порядке. Ну, я очень утрированно, но тем не менее. И поэтому мы с пониманием относимся к вашим высказываниям. Это очень хорошо работает. У нас получается, и вы знаете, как ни странно, вот вопросы вот и тейпирования, и вопросы гипопарической барокамерной адаптации, конечно, и вопросы, мы работаем очно, где-то иногда консультация психологическая, вот полтора часа. У нас есть психотерапевт, но больные к нему не хотят идти. Они же не психи. Это же вытаскивает нам, выдумывает, что мы психи. А мы не психи. А я вот скажу... Попробуй его заставить. Да. Павел Андреевич, это вот вы, ну, миллион процентов правы. И почему, в общем-то, у нас получается? Первое, они же идут на кафедру медицинской реабилитации. Они же знают, что я гириатор-реабилитолог, а то, что я применяю психологические методы реабилитации, они уже понимают тогда, когда они уже попали в руки и работают. Когда с ними работают в барокамере Алла Генриховна, рассказывая вот методом сугестия, они же... А в барокамере можно кислород отключить, нет? Если очень плохо себя ведет. Нет, вы знаете... Ну, я знаю себя в барокамере, вы представляете, да? Он что-нибудь начинает выступать. Он же понимает, что он отсюда может не выйти. Есть система шлюзов. Были пациенты, которые, ну, действительно, выдавали эмоциональную реакцию, вплоть до написания жалоб. Это было несколько пациентов. Но вот именно в тот период агрессивности. Но в целом, когда они на седьмой день уже начинали осознанно на тебя смотреть, вот они понимали, что жизнь прекрасна. И сейчас, наблюдая их через два года... Значит, теперь очень интересная тема про голубой. Знаете, есть такое... Я не помню, кто это написал, что... Ассоль ждала алые паруса, а грей все ходил под голубыми. Вот. Интересное ваше наблюдение про голубой цвет одежды. Вы знаете, а розовый как раз-таки очень хорошо срабатывает алый, когда у пациента выражен страх. Они сами, кстати, интуитивно... Мы им даже предлагаем цветотерапию в тейпах, когда делаем. И очень многие пациенты со страхом выбирают розовый, потому что по цветотерапии он как раз-таки способствует уменьшению проявлений эмоций и страха. Ну, простите, но люблю я... Хорошо, но вы на мой розовый не обращайте внимания. Это просто у меня стандартная рубашка, в которой я постоянно выступаю, поэтому... Нет, вы знаете, вы мне просто в ней нравитесь, Павел Андреевич, поэтому... Хорошо. Вот. Что еще я бы хотел сказать? Ну, во-первых, по организационной части я бы вас попросил написать статью «Проблема стандартизации», потому что она вполне, так сказать, нормальная, для современных подходов к организации помощи, потому что мы все идем, естественно, вслепую. И то, что надо создавать центры, где этих больных не отпихивают, ведь они же все отпихиваются. Они все пишут нам. Мы ходили туда, мы ходили сюда, с нами никто дело не хочет иметь. Неврологи говорят, что идите отсюда к терапевту. Терапевты вообще ничего не видят и так далее. Кстати, про одышку. Значит, вот то, что мы видим, это не одышка, конечно. Потому что она никакого отношения к физической нагрузке не имеет. Это скорее какая-то паническая, может быть, атака. Причем это бывает приступы одышки, когда человек там дышит-дышит, как паровоз, 30, а им пишут, мы говорим, ну, столько не может быть, вам в реанимации надо быть, а там оксигенация нормальная. Там ничего нет за этим. Поэтому, конечно, это совершенно точно не это центрального генеза. Какого? Это второй вопрос. Но то, что это нервная система, а не легочная патология, это 110%. Да, согласен. Там, значит, кто-то про Стрельникову спросил. Я не знаю, хотите ответить? Да. Вы знаете, все то, что с выраженным форсированным выдохом, мы не применяем. То есть ни баночки, ни Стрельникову. Абсолютно идентично. Мы категорически возражаем против Стрельникова. Не дай бог они рванутся на этих дыхательных упражнениях. Все мягко и очень аккуратно. Да, очень аккуратно. Очень. Не форсировать никаких, особенно по дыханию. Потому что что там в легких творится, мы не знаем. Да. Там и булы, и разрывы, и там анатомические есть вещи, где все это показано. Там ткань измененная. Да, это воскулит, но там своеобразное очень изменение в легочной ткани, поэтому очень аккуратно к этому относиться. Чего не скажешь о методе бутейка. Вот это, пожалуйста. Тут вот никаких возражений нет. У него там ничего особенного нет. Но единственное, что не надо там устраивать тоже какие-то супер большие давления на выдохе. Но в принципе, как бы... Ну, другое дело, что здесь он, мне кажется, не очень хорошо работает. Как раз таки физическое упражнение мы построили на методы как раз таки бутейка с удлиненным выдохом, поэтому очень аккуратно мы работаем. Ну вот Стрельникова тут совершенно не годится. Это абсолютно точно. Так, что-то еще тут у нас про браузер и VPN поговорили. Суджок. Ну, это я не знаю. Про Суджок это не ко мне. Это к нам, мы это любим. Это к вам, да. Значит, я у вас уже спрашивал когда-то мы с вами, когда проводили видео, когда Белоруссия все-таки станет Россией, на что вы мне сказали, что у вас партизанские тропы не заросли, поэтому все можно. Все можно. Я имею в виду, что если больные нуждаются, то на самом деле вы же примете наших больных как-то. Конечно. Обижаются, консультация, реабилитация, поиск ковида к психологу идут охотно? Не знаю. Вот честно скажу точнее никто. Охотно не идет. Психологу, может быть, да, психотерапевту нет. Они очень разделяют. Ну, может быть, может быть, нам нужно изменить психолога, но не знаю. У нас очень, у нас был один больной, мы вот так, он у нас, это не его имя отчество, мы его прозвали Сан Санычем, он нас мучил месяцев пять, наверное. Это была катастрофа. И мы его так, нет, один раз загнали к психотерапевту, но там, по-моему, просто шизофрения была. Вы знаете, Павел Андреевич, вот сейчас у нас в работе находится мужчина, два года не спавший. Вот случайно он попал в наши руки, он был и в открытой психиатрии, и в закрытой психиатрии. Удалось пойти на детских рисуночных тестах, которые я применяю. То есть, когда сработало подсознание, вышли такие элементы детских страхов. Вот там у меня было написано детско-родительские отношения. В принципе, вот этот вот индивидуальный подход, ну вот как-то у нас получилось с ним, и мы очень рады, что, по крайней мере, за месяц пациент вернулся к работе, пациент начал спать, и сейчас вот пошел на курс барокамеры. Он очень сегодня боялся, сегодня был его первый день, но тем не менее, в общем-то, тоже дальше идет процесс. Нет, казалось, что... Значит, я могу сказать, что у нас таких больных не очень много, но они есть. И у меня нет никакого понимания, что с ними делать. Наша терапия антикоагулянтами, преднизоломы тут абсолютно не работает. Поэтому, если они будут идти на любых методах других, ну, слава богу, это просто нужно радоваться. Неважно, на что это воздействует, насколько это там доказано. Важно, что именно эти больные, они требуют, ну, не знаю, рисования, там, пожалуйста, картинки, детский сад, там еще что-нибудь, в пеленках их заворачивать. Я не знаю, что, но нужно что-то делать, и то, что вы это делаете, то, что у вас это получается, это хорошо. Павел Андреевич, готовы даже пробовать дистанционно, если надо, но если нет, готовы принимать пациентов? Кстати, это тоже вопрос. Мы сегодня общались с Ярославлем, с ярославской командой, которые делают дистанционную интеллектуальную систему для реабилитации, ну, они делают по инсульту, там, как бы, предварительно. Ну, когда мы заговорили о постковиде, они говорят, да мы при постковиде готовы. Вот, поэтому у нас могут появиться и новые какие-то еще дополнительные вещи, которые можно... Да. Так, БЛКС-307, производство завода Хруничева, барокамеры, двойного действия. Это ваши кто-то отвечает, что ли, да? Нет, 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 это не наши. У нас ГИПа и ГИПР, это две разные установки, находящиеся в одном учреждении, поэтому будем рады, если, ну, как бы, обратятся, мы будем рады тоже развитию данного сотрудничества. А я не понял, это Хруничева выпускает барокамеры сейчас? Или это старые какие-то барокамеры? Я думаю, старые. Потому что барокамеры в России отменили как класс. Это вообще... Это бред сивой кобылы, да? Сейчас бы на ковиде бы больных бы сувать не на ИВЛ, а в барокамеру, что это вообще элементарно было бы сделать. Оказывается, их нигде нет. У нас они просто полностью исчезли. Ну, я вообще читала как раз-таки в публикациях СМИ, что там были вот, что российские там применяли, не помню, какие города, но, в общем-то, писали. Не, ну, наверное, где-то у кого-то там задержалось. Но вообще-то говоря, нет, завод, что такое Хруничево я знаю, да. Я просто к тому, что в больницах раньше, если вы приходили, то в каждой больнице был плазм ФРС на центрифологах и барокамера. Это был стандартный набор, стандартное оснащение, и мы всегда этим пользовались, потому что там очень много показаний различных. Уж кому-кому, как не нам, советским гражданам, помнить это все, что это от нас шло. И сейчас, когда случился ковид, я говорю, барокамера, а у нас нет, тут нет, там нет, ни у кого нет. У меня полное впечатление, что исчез и плазм ФРС, и барокамера из реальной практики. Ну, хорошо, я, так сказать, ничего не имею против, надо возвращаться, надо, ну, как возвращаться, потому что у нас же теперь все читают только труды английских авторов. Мы готовы. Русские читают. Кстати говоря, вот пока, я не знаю, ушел он, не ушел по поводу нектури и нектури, я сейчас зашел в МЕШ, да, это индексация названий. Там действительно написано нектурия, русский перевод нектурия, и там же напишу, нектурия включена в понятие нектурии, то есть нет противопоставления. И четко напишу, что это действительно вставание ночью. Но вдруг сейчас вот мы начинаем как-то, а вот англичане так пишут, а мы так не пишем, это, в общем, не самый лучший способ. Вот. Поэтому есть вот, уважаемый Павел Андреевич, извините, если Лариса Васильевна Полякова готова, могу оставить в чате свой e-mail, если ей будет интересно тоже вот как бы сотрудничество с нашим центром. Ну, я думаю, что сейчас сотрудничество с вашим центром будет большое, потому что на самом деле, судя по всему, мы наконец повернулись друг к другу, к друг другу, да. Ну, это она в себя рекламирует. Наши барокамеры работали. Конечно. Кто же возражает? Работали. Вопрос в том, что их перестали покупать, не производить, а покупать. Вы же видели там, палатка была, да, на каком-то снимке. Это же вообще простейшая барокамера, да. Так сказать, там просто повышенное содержание кислорода уже даст, она норма, да, по-моему. называется. Норма барическая оксигенация. Гипер, да, норма гипер, да. Палатка, она гипер, не может дать жалоб. Гипер, гипер, да, это гипер, да. А наша гипо, как вы правильно ответили? Нет, нет, то, что ваша гипо, я понимаю. Но я просто сейчас опять же возвращаюсь, понимаете, мы там рекомендуем кислородный концентратор, ИВЛ. От ИВЛ все отказались. ИВЛ – это страшное дело. Вот. Но нужно восстанавливать это все, пользоваться. Норма барическая, но насыщение кислородом, Лариса Васильевна. Да, мы это понимаем, что это норма барическая, ровно как и горный воздух. Да, мы это понимаем. Но просто мы с Павлом Андреевичем говорили о как бы другом вопросе. Нет, ну мы говорили о том, что в остром периоде, когда был у нас армянские события, у нас все больные в Армении проходили через ГБО. У нас была возможность, мы всех там 350 человек, грубо говоря, провели, каждый день проводили сеансы ГБО. И у нас не было, например, ни разу газовой гангрены. Ни разу газовая. Один раз инфекция была, и то мы привезли больного уже с инфекцией. И в ГБО мы это все быстренько пролечили. Масса вещей, которые можно обсуждать для ГБО. Я уверен, что эта методика совершенно зря забытая. Она абсолютно дешевая. Главное, что эти приборы, они стоят 3 копейки, а уж в эксплуатации вообще ничего не стоит. И вдруг, вот мы сейчас в России оказались перед разбитым корытом, когда ГБО у нас нет, и непонятно, что делать. Поэтому, Павел Андреевич, готовы, потому что на сегодняшний день главный врач нашей первой городской больницы Андрей Александрович Кокольченко подтвердил, в общем-то, и тот факт, что наше ГБО отделение также сейчас участвует в отделении в реабилитации постковидной. Поэтому сейчас мы начинаем как раз-таки и с ними следующий шаг. Поэтому готовы к, в общем-то, вопросам, к протоколу, как вы видите, чтобы вот какое-то исследование вышло на новый уровень. Да. Лариса Васильевна, вы нам не оценили, мы профессионалы, и мы понимаем, что такое гипобарическое, гипербарическое, нормобарическое. Не надо нам это все объяснять. Мы просто свое обсуждаем, потому что есть разные совершенно вещи, и неинтересны каждой по-своему. Вот. Каждая ситуация. Ну, хорошо. Я думаю, что мы с удовольствием сегодня прослушали разные совершенно доклады. Хотя, как ни странно, они имеют некий общий стержень. Сейчас все нанизывается на ковид и постковидный синдром. Вот. И я думаю, что мы продолжаем, будем продолжать. Единственное, конечно, меня немножко смущает, что сегодня было поменьше народу. У нас бывало обычно гораздо больше. Ну, народ сейчас отвлечен на события. снова все волнуются, все переживают. Это понятно, это объяснимо. Но жизнь продолжается, и мы, врачи, будем все равно оказывать медицинскую помощь в первую очередь, где бы она ни была, как бы она ни была. Мы в этом плане абсолютно едины, вне всякой политики, вне границ. Это, так сказать, наша святая обязанность. Спасибо всем участникам, спасибо всем присутствующим. Спасибо вам. Всего хорошего. До следующей среды. До свидания.